Игровой канал Ивана Фолиота представляет Всем большой привет Ребятки Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Это третий хитман 21 года И миссия за номером 3 Без всяких брифингов Без раскладов обычных В которых нам рассказывают о наших целях Мы прибываем в Берлин Как вы можете наблюдать Миссия начинается с Похода по какому-то темному шоссе Заброшенная какая-то Безлюдная бензоколонка Нагоняют на нас суспенса Миссия называется Как вы тоже могли бы это заметить Суперхищник Apex Predator Высший хищник Апекс это какое-то такое Другое слово Не супер Но Контекстно подходит Не буду придираться Хотя к переводу у меня здесь есть Придирочки Проходим мы Собственно около машинки Где есть проход В лесную зону Где лежит труп С ножичком О, белочка Squirrel Пробежала Вышечка Как вы все можете наблюдать Очень все таинственно По-аутластовски я бы даже сказал Сюжет прямо интригует И набирает обороты Как вы помните В конце прошлой миссии Диана перестала выходить на связь А мистера Грея И того Подстрелили короче Ну он сам подстреливался Мы были компромиссированы Аборда и уходи Сейчас Кто? ИЗА Они меня спрятали Не знаю как Это что они делают Как много? Один прайм-эссет И целый пак Уп-н-коммеров Они инфлитрировали клуб Заходя на нас Господь, я думаю Я убила Один из них Ба Это Интересная заявка Суперхищник Да Как я и сказал раньше Берлин, Германия Агенты Международного контрактного агентства ICA На руках Ножичек можно выбросить Забираем с него Пистолет и наушник Пистолет Нам пригодится Это первая версия Прохождения Этой миссии В моем исполнении Как и обычно Традиционно В общем, здесь очень много болтовни Будет происходить Здесь находится клуб В заброшенном заводе Я так понимаю Подпольный И Хода нам туда, конечно Скорее всего, тоже Никакого нету Через главный вход Но Сейчас будем импровизировать Как обычно это происходит Запрещенная территория Нам туда нельзя Будем импровизировать Здесь ходит чепушок Чепухи H Который С просьбой К нам Хочет обратиться Давайте, да Я хочу провести Небольшую Интродукцию Вам Это все-таки Предусмотрено Скриптами Я обычно люблю Это делать В Хитмане Потому что Нам будут демонстрировать Все красоты Локации Чаще всего Демонстрируют Тавлеточки Лежат вот здесь На велосипеде Салатовом Это Его какие-то там Таблетки Для поднятия Пистолет Друзья мои Бросьте здесь Когда вы Если будете Первый раз Приходить Дверь будет У вас Закрыта Снаружи Но когда Вы внутрь попадете Вы сможете Открыть Даже без отмычки Поэтому Пистолет Бросьте здесь Мы его с вами Прихватим Когда пройдем Процедуру осмотра Докладываем Она Делит таблеточка Да Я их Закрыл Ты Ты Женщик Спасибо Спасибо. Эй, смотри, если ты хочешь в клубе, я могу вставить тебя за свободу. Ты видишь, как человек, который требует... ...поставить немного огонь. Я согласен. Охо, ты ты немного огонь. Ты действительно нужна, чтобы встать внутрь. Но я предупрежу тебе, мои аллергии пилы... ...поставить какую-то тенцию. Следуй мне. Эй, я должен быть на списке, имя Хельфрид Зиглер. И этот парень у меня плюс 1. Да, ты можешь прийти. Только что они нас видели. Не пропустили внутрь, и вопросов никаких лишних задавать не стали. Но, это игровая условность Хитмана, поэтому не будем заморачиваться. Более того, я им ничего не говорил. Ты должен поставить этот пистолет на твоем телефоне. Никаких фотографий. Даже когда ты на списке. Теперь перейдем. Если ты хочешь перейти, то тебе нужно принять за фриск, сэр. Вот, собственно, для этого нам и пистолет необходимо оставить снаружи. Прямо как в первом Хитмане. Когда я в туалете выбрасывал пистолет, чтобы его пристрелить. Полицейского. Ну, товарищ Зиглер сейчас будет являться нашим гидом по этому месту интересному. Локация действительно примечательная, я должен сказать. Тут есть на что посмотреть. Красивая очень декорация. Такой неоново 80-х годов. Такая подсветочка. Ну и плюс еще, конечно, она, при всем при этом, современно достаточно смотрится. Гейм-левел дизайнеры, конечно, как всегда, мое почтение. Каждая миссия, это произведение искусства. Это я не ровлю. А тут у нас драйвовое музло. И очень красивая тоже декорация. Ну, прямо Джон Уик. В плоти. Все помнят Джона Уика. Это когда-нибудь первого, да? Хе-хе-хе-хе. Дабы не привлекать лишнего внимания, можно облокотиться, кстати, да, на перила. Иногда здесь могут патрулировать люди, которые знают наш лицо. Ну, музло прям вообще качает. Я не любитель такой музыки, но все равно драйвово. На камеру не обращайте внимания. Очень скоро мы избавимся от всех видеозаписей, друзья мои. Можете постоять вот так вот. Назло им своей физиономии посвятить, обозначить свое присутствие. Ну, пускай немножечко переживает. Я вам сейчас расскажу, естественно, по ходу о всей миссии, что мы тут делаем и что нам надо сделать. Спасибо, дружище. Ну что, давайте окунемся в атмосферу дискотеки, рейва. Правда, очень круто сделано. Прям вот реально Джон Уик, только лысым, с лысой головой и без бороды. Лазер-шоу здесь вообще просто красота. Ну что, друзья мои. Здесь нас ожидают 11 агентов международного контрактного агентства International Contract Agency. И наша задача их устранить. И осложняется это все тем, что устранить мы можем только пятерых. Остальные будут эвакуироваться, если их не вырубать. Но я в этой версии вам покажу, как убить всех 11 рых. Ну, естественно, буду делать это в своей манере. Неторопливый, отыгрышный, где-то, конечно, немножечко олеповатый. Но, должен сказать, что пока что из всех трех Hitman это самая сложная миссия по ее изучению. Поэтому я так долго не выходил с Hitman на связь. Хотелось бы, конечно же, в своей манере мне здесь это все дело вам продемонстрировать. Первым делом, что нам нужно сделать, это вырубить товарища на потом. Сделать это можно сейчас, сразу потом, чтобы я поменьше этого времени отнимал. И уже сейчас я буду кое-какие тайминги себе здесь обозначать, чтобы мы оказывались вовремя, традиционно в нужных местах. Да и то, не всегда это будет получаться. Здесь очень часто, это один из бичей этой игры, с технической точки зрения. Очень часто все заскриптованные сцены, все тайминговые маршрутные маршруты, масло-масляно бы это не звучало, они сбиваются с темпа, непонятно из-за чего. Из-за каких-то там недоработок кода, по их маршрутизации и по ходам по локации. Локация гигантская, целей у нас, повторюсь, будет 11. И изучать каждую из этих целей, ее маршруты, ее локацию, геолокацию. И их, в общем, этих целей, смену этих самых маршрутов в случае какого-то нарушения скрипта, или же нарушения обстоятельств, в которых они привычно пребывают, отслеживать очень тяжело. Я поэтому решил все-таки пойти по такому наименьшему пути сопротивления, потому что, еще раз говорю, здесь после убийства пятерых сотрудников, неважно, кто из них это будет, остальные будут эвакуироваться немедленно, причем сразу будут убегать. Я знаю это место, я вам его покажу, скорее всего, в следующем видосе. В общем, после того, как мы вырубили товарища и спрятали его в шкафу, я повторюсь, он нам еще пригодится, та комната, мы с ней будем делать финальную точку. Мы продолжаем наш поход, и вот здесь находится, собственно, камера, которую можно вырубить, когда охранник падет на шум воды. И все, оставляем комнатку позади, там сзади еще, когда мы проходили, есть лестница, можно было бы, в принципе, подняться по той лестнике, но нам потребуется взять отвертку, она нам, конечно, понадобится на финальной стадии этого видосика, ребятки, но здесь можно будет, скажем так, обозначить еще одного агента, который стоит на подмостке над танцполом, над самым. И иногда здесь, кстати, проходит самый главный у них, но сейчас в тайминге я не попал, поэтому его мы идентифицируем потом. Агент Бэннер. Почему ты перевелил его имя? Стяг. Ну, Баннер типа Стяг. Почему именно Стяг? Почему не знали тогда? Не знаю, это, конечно, иногда со стороны локализаторов не самые удачные. Со стороны локализаторов не самые удачные, конечно, ходы они предпринимают по качеству перевода, но я еще на это обращаю внимание. Так или иначе, это та самая лестница, про которую я говорил, можно было по ней подниматься, не лазив по трубам, но что уж, мы все равно были в помещении за танцпольным, поэтому ничего страшного. Поднимаемся, в общем, наверх, друзья мои. И сейчас нас ожидает выборочное убийство некоторых агентов, а основную массу, конечно же, мы будем вырубать, дабы потом, без лишнего дергания, без лишнего кипиша, можно было спокойно прийти, добить, чтобы они никуда не довались. Хотя это тоже очень глупая игровая условность, я о ней тоже поговорю. Так, здесь, в общем, есть на крыше три охранника, один из них наша цель. Наша цель уходит вдоль перил, и сейчас вот почему-то я тайминг не поймал. Обычно все то же самое, которое я проделываю при репетициях, демонстрация сего. В этот момент он уже подходил сюда. Соответственно, наша задача его аккуратненько сейчас уложить, поспать, то есть убивать мы его не будем. Укладывать здесь надо поспать цели, которые вне зоны доступа общественности, где нету народа лишних глаз. Вот здесь вот я перемотаю сейчас момент, тоже я в тайминг не попал. Здесь входит, вот, как раз он сейчас появился внизу, здесь входит тоже одна из наших целей, и она постоянно, повторюсь, находится под наблюдением очень многих людей, поэтому убивать мы сможем ее только несчастным случаем. После смерти каждого из агентов, вот, слышите, да? Джао поднимает кипиш. Джао поднимает кипиш. Почему она не поднимает кипиш, когда кого-то вырубают? Я не понимаю, как она понимает, что он умер? У нее там что? Какой-то датчик на сердцебиение, что ли, установлен или что? Но об этом почему-то история умалчивает. И это будет второй товарищ, который гуляет здесь снаружи. Мы его сейчас тоже будем убивать несчастным случаем, потому что кроме как выманивать его монеткой, дабы тихо уложить в кусты, у меня никаких других вариантов с ним расправиться не получилось. Да и к тому же я, опять же таки, разрушал все свои тайминги из-за этого. Поэтому... Тайминги, я повторюсь, у меня немножко здесь спага заруинились, не пойми из-за чего. Вот, но... Будем импровизировать. Вот товарищ, в общем, идет и вот по этой вот бетонной свае, ну, как это называется, короче, бетонный круголётчик, свалим ему на бошку. Стреляйте обязательно по металлической этой самой скобе, которая скрепляет тросы. Потому что если по тросам стрельнете, может не упасть. Кому-то, кстати, возможно покажется, что я немножко грязненько здесь действую, но на самом деле, ребятки, нет. Все вот эти вот лишние вырубания, они будут необходимы. Это сейчас вот не была наша цель, но она будет очень здорово нам мешаться, когда мы на обратном пути будем возвращаться, дабы прикончить цель, которая стоит вот сейчас около дальней двери. Да, вот она сейчас тоже идентифицируется. И нам необходимо избавиться от всех лишних вас. Прямая. Вот как только товарищ... И все равно сейчас продолжит разговаривать. Она только сама болтает громче всех. В общем, так или иначе, вырубаем товарища одного, и вырубаем товарища этого тоже. Его здесь нужно, потому что он будет туда-сюда курсировать. Естественно, он заметит лежащее, вырубленное нами тело. Оттащите его вот сюда к генератору, потому что его снизу может заметить тоже один из охранников, который там в байкерской вот этой одежде. Переоденитесь, кстати, обязательно в байкерскую одежду. Вы с ней сейчас будете практически везде, ну, кроме парочки персонажей, вхожи во все двери. Хотя, правда, нам особо здесь попутешествовать-то и не предстоит. Мы спускаемся вниз. Здесь, короче, делается наркота в этих помещениях. И тут курсирует тоже одна из наших целей. Но я сейчас не попал в тайминг. Если бы все сработало, как я планировал, мы сейчас должны были прямо идеально попадать. Как и в случае с первым товарищем, у которого я мешок уронил, со вторым, который как раз должен был идти под эту бетонную хрень. И сейчас бы здесь должен был проходить. Попробуйте, может быть у вас получится. как-то по-другому и побыстрее сделать. Мне пришлось здесь немножко подождать, что затягивает, естественно, время. Но ничего, в принципе, плохого с вами не произойдет. Да и со мной тоже. Дожидаемся, когда сейчас справа в верхнем углу там есть тоже вход с такой пленчатой вот этой вот занавеской. Оттуда сейчас тоже, как только она шелохнется, появится нужная нам цель. Он будет курсировать, проходить как раз таки мимо нас. Вот он, он появился. И, в принципе, все. Мы идем, врубаем вот этот ассенизатор, или как это, я не знаю, что это такое, который распыляет, в общем, воздух или какие-то там пестициды на растения. Его можно, конечно, было бы и отравить, но тогда есть очень большой риск, что полягут в комнате люди, находящиеся с ним. Его также можно было бы не смертельным ядом уложить. Но проще сделать так, как я вам демонстрирую. Вырубаете его тоже и оставляете прямо лежать здесь. Здесь его никто не обнаружит, сюда никто не ходит. Даже если кто-то обнаружит оружие и понесет его на склад хранения с оружием, в этой части проходить никто не будет. А сейчас наступает, наверное, пожалуй, самый такой неприятный момент. Здесь я не то, что прям дольше всего, но иногда здесь не все срабатывает так четко, как хотелось бы. Здесь есть тоже внизу три товарища. Одна из них наша цель, второй нас парит. Вот это вот идет наша цель. Сейчас вы в этом убедитесь, он ее тоже срисует сейчас. Лоуэнтал. Вам же сказали радио молчания. Вот этого товарища можно было бы сейчас сразу вырубить, за этой стенкой бы его никто бы не нашел. Но я решил подстраховаться, правда тоже весьма рискуя, потому что вот место, где я его сейчас вырублю, может косвенно периферийным зрением просматриваться в соседней комнате, которая находится, куда пошел агент Лоуэнтал, Лоуэнталь. Ну и здесь есть шкафчик, куда можно спрятать эту тушку. Обязательно прихватывайте с собой вывалившись из его рук оружие, иначе он начнет поднимать кипиш. Вот как раз агент Лоуэнталь пошел в обратную сторону, нас он не улюхал, мы его вырубаем спокойненько, и также здесь находится еще один товарищ, его тоже нужно вырубить от греха подальше, потому что он нас может спалить потом на обратном походе. Здесь короче такая получилась, знаете, в моем исполнении получилась круговая такая порука, то есть я все места посещения, локации не находятся ключевые наши цели, обойду по сути два раза. Поэтому, потому что тех, кого я вырубаю, как вы догадались, мне придется потом убивать. Так, на всякий случай оставляйте все оружие здесь, здесь его тоже никто не обнаружит, никакие лишние глаза. И у нас остался на вырубку последний дружбан, которого мы сейчас как раз таки будем травить крысиным ядом, дабы он пошел в туалет. Немножечко позвал их Тиандра. Чтобы это проделать, яд нам понадобится, который лежит вот в этом вот месте, абсолютно недалеко. Заботливо расставили разработчики это все дело. И мы возвращаемся вот в это место, где джуз-бар так называемый, о котором нам еще в начале чудик говорил. Здесь сотрудники этого джуз-бара одеты в специфическую свою форму розового цвета, которую нам сейчас необходимо будет выкрасть, дабы, как и во всех предыдущих хитменах, занять место бармена и угощать всех напитками. Отвлекаем в общем барышню, переодеваемся во второго чудика. Они нас никто не узнают здесь, можно смело передвигаться. И ожидаем. Здесь тоже нужно быть осторожным, не налейте раньше времени, пока все на вас не поотворачиваются. То есть подходят некоторые чудики, могут выпить отравленного вами коктейльчика, и туда все пойдет по одному известному месту. Дожидаемся. Сейчас вот со стороны, вот с этой стороны, в которую я смотрю, должен пойти еще один агент. Но помню, как я его зовут, его можно послушать имя, но его тоже по дурацке как-то перевели лебедем. Как оно звучит по-английски я не помню. Ну, может быть вам еще покажу это в следующем видосе, как оно звучит. В общем, вот он подходит, одет он единственный в такую одежду, и курсирует он тоже здесь один оттуда. Поэтому не перепутайте. Иногда здесь просто глючит, кстати, момент этот. Он может подойти и просто начать стоять на вас пыриться, и ничего происходить не будет. Вот этот вот звук, означающий его идентификацию, также укажет на то, что все в порядке, что скрипт сработал. В общем, он идет немножечко сейчас испражнять свое нутро, и находится это не совсем прямо, чтобы далеко. Здесь тоже курсируют зеваки. Это вот доставщик еды. С его помощью тоже можно действовать, но я решил не особо от этим заморачиваться. Все гораздо проще. А он еще и задержался. Видит, тоже скрипт немножечко как будто поломался. Обычно к тому моменту, когда я сюда подхожу, он уже здесь. Просто единственное, что здесь составляет неприятностью, могут вас услышать вот эти вот зеваки снаружи находящиеся, как доставщики еды, так еще и там гуляющие чудики, вот этого джуз-бара. Забавно так пританцовывающие. Но мне вроде все повезло. Все сложилось, как я хотел. Поэтому мы оттаскиваем его тушку сюда, и отправляемся в ту самую комнату, где мы вырубили этого самого Хашмюллера, тоже прятав его тело в шкаф перед тем, как камера нашла. Наш лос 47-й перед тем, как камера, в общем, уничтожила. Делается это самым коротким способом именно здесь. Забравшись на контейнер, можно через окошко пролезть на ту самую лестницу, которая ведет просто такая центральная артерия по всему этому зданию. И не торопясь, мы сейчас прогуляемся в этом костюме. Нам, конечно, здесь находиться нельзя, но в наши стороны смотреть тайцом никто не будет, друзья. Мы опять не переживаем. Идем в нашей манере, в традиционной. Спокойно спускаемся вниз. И будем сейчас мы устраивать уже непосредственно убийство. Причем надо делать это в той самой последовательности, которую буду вам показывать я. Ибо имеется большой шанс, что оставшиеся, кто не вырублен, могут разбежаться неожиданно. Поэтому надо очень четко это все понимать. Для начала я хочу, во-первых, свою одежду забрать обратно. Да, за это не засчитается рейтинг с UIT ONLY, но для отыгрыша заберем. В общем, с помощью отвертки ломаем розетку, именно в первую розетку, а уже потом протыкаем в воду, потому что если вы протыкнете с права в воду, а потом включите розетку, вас самого шандарахнет топом. И отправляемся вот в эту самую комнату, где мы сейчас вызовем агента Монтгомери, который ходит с телохранителем. И здесь вообще будет происходить целое собрание. Отлично. В общем, этим самым, как только вы проткнете бутылку воды, бегом прям надо сюда бежать, но не бегом, а сразу его вызывать. Монтгомери, это не Хершмюллер. 47 должен быть его отсутствовать. Я знаю, но я удивляюсь, как это происходит. Я думаю, что у вас есть планы здесь, Монтгомери. Только чтобы избежать цеха? Не просто скажи мне, что ты думаешь, что я хочу здесь. Дожидаемся, пока они наболтаются, и один из агентов, я не помню, как его зовут. Вам главная задача вызвать этого Монтгомери, иначе он сам может в эту лужу электрическую наступить, и тогда все пойдет не по плану, ребятки. Да, и сейчас, когда эти все агенты живы, после того, как Хершмюллер вызывает агента Монтгомери в эту комнату, сюда приходит еще плюс пять человек. Итого шестерых можно просто пристрелить, но это сделать очень сложно. Я, возможно, тоже покажу это вам в следующем видео, но уже в нарезочке. Вот этот вот товарищ, который сейчас к нам стоит спиной, он тоже является агентом. Он будет стоять здесь на задворочках, мы сейчас у него за спиной вылезем, дождемся, пока нагуляется здесь Монтгомери, и пойдет в Зукуточек один. Хотя он думает, что Ральфе прячется, он понимает, что это 47-й, он же агент все-таки, в конце не концов. Все хитрости 47-го он знает, но не эту. Как только он говорит I don't bite you, быстренько вылазим, приготовьте, кстати, заранее гаечный ключ, нурить то, чем можно вырубать его, и быстренько бежим за ним вот в эту комнату. здесь будет сейчас кое-что осматривать, и мы прямо по-хитмановски ему врыло последнее, что он увидел в нашу тусую голову. И это очень круто. И он сразу же еще автоматически спрятался. Пристреливаем этого товарища. Это как раз-таки этот самый Agent Banner. Пристреливаем его, прячем трупы, которые пристрелили ему в голову, их обязательно надо спрятать, друзья мои. И все. А теперь заключительное и самое кайфовое, пожалуй, составляющее этой миссии. Это поход неспешный по вот этому такому завальцованному кругу. Все тушки, где мы их оставили, надо сейчас подойти и хладнокровно пристрелить. И будем мы это делать в манере киллера, хитмана, господина сорок седьмого Табайса Риппера. Не зря я пистолет себе сохранил. Можно, конечно, им шеи посворачивать, но это не так будет выглядеть отвершно. Все. Они никуда не убегут. Я не знаю. Это, по мне, какая-то великая глупость. Эта миссия, на самом деле, могла стать шедевром, если честно, друзья мои. Но... Здесь очень много условностей. Можно, конечно, пристать с бубном и начинать уничтожать их одновременно. Я посмотрел, некоторые люди, конечно, так делают, но это очень не эстетично, как по мне. Я таймингов не подобрал, чтобы можно было прям всю секунду вылавливать все их походы, поломки скриптов, чтобы оказываться в нужном месте. Проще всего спокойней и деликатней повырубать их, а потом подойти вот так вот каждого подстрелить. Этого товарища можно даже не прятать, если его никто не обнаружит. Грин! Агент Грин, ты еще там? Агент Грин. Ну, после какого-то 47-го их убивает, он уже их имена не комментирует. Только на этапе идентификации. Да, друзья мои, ну, Игорь, я повторю по уже знакомой дорожке, что мы проделывали в самом начале. Вот это вот обломки бетонной плиты куда-то исчезли, но, опять же, это игровое условие. Не будем заострять это внимание, но того товарища было важно убить именно этой плитой, поэтому имейте в виду. А сейчас мы... Я даже перелазить через окно не буду, мы просто пешочком пройдемся. И к чертовой бабушке всех перестреляем. Я здесь немножко, конечно, сцаканул, что камера слева вверху сработала, но это просто она просигнализировала нам о том, что тело уничтожено. Я подумал, что его засекли просто. Увидели. Убиваем еще одного. И спускаемся вниз. Тремейн, ты еще там? Так, вот здесь один ходит очень всратый охранник. Он вроде как бы не то, что сильно всратый, но иногда может оказаться, что в тайминг вы не попадете. Я вот вроде в тайминг попал. Он стоит спиной. Он, когда начинает отходить в противоположную сторону, крутится по всей своей оси. И увидеть сможет вас, если вы вдруг не очень удачно застанете этот момент. Поэтому осторожно, лучше перестрахуйтесь, пригнитесь. Но, когда вы спустите сюда, бояться вам уже будет практически нечего. Парочку осталось штришков. Этого, в принципе, тоже можно не прятать. Никто его здесь не найдет. Здесь, правда, шкаф есть, но не думаю, что... Уже сюда кто-то потянется. Эдит Лоенфал, пожалуйста, репорт. Вот эта вот барышня, которая здесь стоит, она туда-сюда курсирует, которая в джуз-баре, сотрудница джуз-бара этого фреш-бара. Надо дождаться, пока она отвернется и пойдет в противоположную сторону. Тоже немножечко неудачно я здесь так вышел. На нее. Ну, вот как только она отворачивается, все прям... Ну, лучше, на самом деле, тоже пригнуться. Потому что она периферийным зрением может вас унюпать, слышите, да? Шипение характерное. Ну, а вот здесь уже вы вольны находиться в полном своем росте. Никто вас не срисует. Ваша задача теперь, главное, не привлекать внимание. Здесь иногда тоже могут находиться зеваки и услышать этот выстрел. Последний агент мертв. И, собственно, вот эта вот ее короткая речь эксперт ли факин дан сигнализирует нам о том, что все 11 сотрудников международного контрактного агентства отправились к предкам Пить Эль. Ну, а мы в своей манере спокойны, неторопливы. Идем к выходу. Собственно, откуда мы пришли, туда мы и отправляемся, друзья мои. Вот такая вот получилась у меня. По-своему, конечно, специфически, но вот такая зарисовка получилась у меня. И демонстрация всего уровня вам. Не знаю, зайдет вам или нет. Я потратил очень много времени на исследование. К тому же, все-таки иногда у меня прокрастинацию вызывают уже некоторые миссии Хитмана, особенно такого характера, где очень много надо исследовать, очень долго надо вникать во все их передвижения, во все их скрипты. Но так или иначе, миссия завершена, и я вас с этим поздравляю. Сейчас мы послушаем, что нам скажет 47-й, и отправляемся из этой миссии. Ну вот и все, вот и все. They got my message. Они получили мое послание. Можно было бы оставить большинство в живых. Он тоже самое бы сказал, ничего не поменяется. Но так или иначе, все 11 товарищей устранены. Рейтинг бесшумный убийца. Друзья мои, с чем я вас и поздравляю. Длинная миссия, но зато с соток грошей мои миссии всегда такие длинные. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Тыкайте обязательно большой пальчик. Сейчас изучаю как раз таки, как проходить это в своем костюме, без маскировки. И посмотрите заключительный видеоролик. Фолиот был у микрофона. Всем до новых встреч. Большое пока. Ты не стремился. Ты должен увидеть друг друга. Я не убил кого-то уже. Что ты сделал там. Ты действительно гриста. Ты думаешь, что ты был. 47. Он не улетал, а он? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...